В Оренбургской области продолжает развиваться проект под названием «Социальная сиделка». Он появился год назад на востоке области и сразу стал очень востребованным. Его суть в том, что сотрудник комплексного центра приходит к подопечным на дом, оказывает широкий спектр услуг, уделяет при этом больше внимания. Причем такие посещения бывают чаще, чем это делал бы обычный соцработник. Эльвира Кужагунова из Кувандыкского района ухаживает за 25-летней Дианой. У девушки ДЦП и без посторонней помощи ей не обойтись. Когда уезжают родители, мы остаемся, занимаемся, вижу, конечно, достижения ее какие. Бывает, что иногда она меня чему-то даже учит. Особенно она у нас разбирается в компьютерах, поэтому то, что даже где мы не знаем, она думает, что вместе разбираемся, и она мне показывает. Так вот, общаемся. Диана обожает животных, любит музыку и охотно делится с гостями своим творчеством. Мне то, что нравится в этом, что такая есть поддержка, что я могу своего ребенка оставить и, как сказать, положиться могу, довериться этим людям, которые за ней смотрят. И она к ним очень сильно привыкла, и с ними общается она. В Орске услугами социальной сиделки получатели пользуются второй год. Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке. Решение выносится коллегиально сотрудниками комплексного центра. Рабочая группа собирается по мере необходимости, подает заявку социальный работник или рабочий бюро, те сотрудники, которые непосредственно предоставляют услуги на дому. Мы обсуждаем ситуацию, сложившуюся у получателя услуг, рассматриваем те услуги, которые хотелось бы ему получить, анализируем, конечно, изучаем мнение самых получателей услуг и уже применяем данную технологию. Пенсионерка Александра Филиппова живет одна. У нее полностью отсутствует зрение, поэтому и обратилась за помощью в комплексный центр социального обслуживания населения. Так у нее появилась сиделка. Ольга у меня хорошая. Дай бог ей здоровья и благодарности от меня напишите. Она старается. Ольга Миссюра – опытный соцработник. С каждым годом у нее все больше подопечных и, естественно, новых знаний. По ее словам, сегодня и внимание к специалистам данной профессии стало иным. Если рассматривать 2007 год, когда я пришла, и сегодняшнее время, то, конечно, отношение к социальным работникам изменилось, ну, можно сказать, что достаточно серьезно. То есть в округе даже вот сейчас, проходя свой участок, то есть очень многие знают меня, очень многих знаю я. Люди обращаются за консультацией, независимо от возраста, то есть это не обязательно, могут быть пожилые люди. С каждым годом требования к соцработникам повышаются. Они осваивают инновационные формы деятельности, применение которых поднимает их работу на более высокий уровень.